Это война. Ради спасения мирных жителей Донбасса? Хорошо, допустим. Но вы действительно считаете, что ради спасения жителей двух небольших областей на востоке Украины нужно обстреливать Киев, Харьков, Херсон, Мариуполь, Чернигов? Вы действительно считаете, что для этого необходимо захватить всю Украину? Вы действительно считаете, что ради спасения стариков, женщин и детей нужно было уже сейчас превратить в беженцев миллионы стариков, женщин и детей? А всего в Европе ожидают порядка 7-8 миллионов беженцев. Похоже, сегодня говорят уже о 10 миллионах беженцев. Второе. Вы действительно считаете, что удар по экономике России, двукратный рост цен и уничтожение целых отраслей, например, автомобильный, способствует спасению мирных жителей Луганска и Донецка? Допустим, что удар по экономике России и доходам россиян был нанесен не самой России, а Западом. Но если такого ответа Запада на военное вторжение в Украину руководство России не планировало, не думаете ли вы, что оно также плохо спланировало весь ход войны и все ее последствия? Допустим, войска на Украину Россия ввела не только ради спасения мирных граждан Луганска и Донецка, а ради спасения всех русских в Украине, которые, как говорит об этом Путин, держат под своим игом захватившие власть нацисты. Скажите бы хоть раз, видели по телевизору, чтобы жители освобожденных от нацистов украинских городов и деревень встречали освободителей хлебом с солью и радовались при этом? Почему русских солдат всюду встречают гранатометами, а в лучшем случае митингами протеста, где русских солдат называют оккупантами? Если Украина захвачена нацистами, если Запад заодно с нацистами, то почему абсолютное большинство беженцев с Украины бежит на Запад, а не на Восток, в Россию? Если в Украине власть и правда захватили нацисты, то почему Израиль разворачивает там свой полевой госпиталь, а сами израильтяне идут воевать добровольцами на стороне Украины? С каких это пор Израиль стал поддерживать нацизм? Если власть в Украине захвачена, то почему с 2014 года там прошло уже 4 президентских выборов и выбран уже 4 президент? Почему, если власть захвачена, бывший президент Порошенко безропотно передал захваченную власть вновь выбранному президенту Зеленскому? Если Россия ведет справедливую войну, это значит, что каждый ее солдат, даже погибший, – герой. Почему тогда Россия отказывается забрать с Украины тела убитых солдат? И скажите, за первые две недели войны вы слышали хоть раз, чтобы Россия ввела с Украиной переговоры об обмене военнопленными? Почему? Радиостанция «Эхо Москвы» приглашала в свои прямые эфиры представителей всех точек зрения, от сторонников Навального до твердых сторонников Путина. Почему вместо того, чтобы высказать в эфире свою точку зрения, государство эту радиостанцию просто закрыло? Если в правде сила, то почему в России закрыты практически все неугодные СМИ? Допустим, Россия завоюет Украину. Как вы представляете себе будущее страны, где из-за войны все ненавидят русских и называют их оккупантами? Как вы думаете, кто победит в такой стране на выборах, если они будут свободными? Или вы считаете, что во главе побежденной Украины нужно просто поставить человека от России? Но такая должность называется словом гауляйтер, а гауляйтеров на Украине ставил Гитлер. Допустим, Киев и все основные города Украины взяты с боем за счет, за чей счет будет восстанавливаться Украина после войны? Сколько оккупационной полиции потребуется для подавления мятежей? Сколько присланных из России ОМОНовцев, Росгвардейцев и спецназовцев будет убито украинскими партизанами? И главное, ради чего все это? Допустим, российские войска вошли в Украину ради куда более важной цели, чем спасение Украины от нацистов. Допустим, они вошли ради спасения России от приближающихся к ее границам блока НАТО. Почему не боятся тогда НАТО, приграничащие с ними Финляндия, Швеция, Хорватия, Сербия, Северная Магедония и полностью окруженные НАТО, Австрия и Швейцария? Допустим, Россия делает сейчас на Украине святое дело. Но почему это святое дело не поддерживает никто в мире, кроме Венесуэлы, Кубы и Эритрии? Почему даже Китай не поддерживает Россию? Вы действительно считаете, что антивоенные митинги надо разгонять, их участников избивать дубинками, штрафовать или сажать в тюрьму? Почему преступлением является даже плакат с надписью «Нет войне»? Согласны ли вы в таком случае выйти на улицу с плакатом «Да войне»? Россия может остановить войну, если Украина признает российскими Крым, Луганскую и Донецкую области. Однако в Уголовном кодексе России есть статья 281, где за призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности страны, можно получить до пяти лет тюрьмы. Почему нарушить территориальную целостность Украины – это хорошо, а нарушить территориальную целостность России – это преступление? Как вы это себе объясняете? И последнее. Если Путин взорвет атомную бомбу, будете ли вы по-прежнему считать, что Путин прав? И готовы ли вы вместе с родными и любимыми стать атомным пеплом ради великой русской идеи? Согласны ли вы уничтожить человечество и погибнуть самим только ради того, чтобы попасть, как праведники, в рай вместе с Путиным? Если да, то какая разница между вами? И террористами-смертниками. Вот такие вопросы. Ну что ж, друзья, давайте сделаем, наверное, небольшой перерыв.